Сегодня у нас интересная презентация, здесь будет, как вы видите на экране, тему образования без оценок, домашек и расписания, как это сделать. Меня зовут Арген, я являюсь сооснователем школы Mancho School, уже более 5-6 лет работаю сам в IT-сфере и занимаюсь образованием около, ну, больше 5 лет. И есть у нас свои наработки, которыми мы хотели бы поделиться и рассказать, как это вообще может быть очень-очень интересно выглядеть и быть очень-очень по-другому, чем обычно это представляет традиционное образование. Mancho School — это IT-школа полного дня, где нет оценок, домашних преподавателей, расписания, графика, экзаменов, ничего такого. Мы работаем уже почти год, то есть со студентами, которые реально получают знания, то есть это не концепция, это не теория, это реально практический наш проект, опыт, который мы ведем на протяжении уже почти года, и результатами, которыми мы можем сейчас поделиться и рассказать, как вообще интересно может выглядеть образование. Важно понимать, да, для чего вообще нужно образование. Такой дисклеймер, да, чтобы мы не просто впустую говорили. Мы говорим об образовании, потому что это важно для решения проблем, построения проектов, каких-то важных социальных проблем, экономических, устранения рисков, есть реальные практические вещи, которые нужно делать, ради которых нужно получать образование. То есть мы не говорим об образовании ради образования, да, это очень важно понимать. Теперь, как мы это… Здесь есть наш инстаграм-аккаунт, можно будет отсканировать и посмотреть, как у нас это выглядит на практике. Сегодня мы обсудим такие основные принципы, которые помогают построить хорошее образование. Не сколько там какую-то теорию, а именно подкрепленные наши практики, которые мы ведем в нашей школе. Может кто-то из вас уже видел подобный эксперимент. Есть… Взяли трех шахматистов, одного мастера, профессионала настоящего, первого уровня и второго уровня, да, то есть шахматистов трех уровней. Им показали буквально на пять секунд расстановку на доске, буквально на пять секунд закрыли и сказали повторить это на пустой доске, то есть расставить фигуру так, как это было показано. И, ну, довольно очевидные результаты. Мастер, который очень много часов провел в игре с шахматами, он расставил фигуры чуть ли не в два раза лучше, чем быстрее, чем игроки следующего уровня, первого, второго и так далее. Но интересный факт. Вот эти фигуры были расставлены в порядке, которые реально могут происходить в реальной игре. Окей. А что, если мы фигуры расставим в рандомном порядке? То есть фигуры будут абсолютно в рандомном порядке, тогда, оказывается, нет никакой разницы между шахматистом профессионального уровня, первого, нулевого, начального, неважно. Они все плохо расставляют фигуры на память. То есть дело не в памяти никакой, в том, что они правильно расставляют фигуру, а дело в запоминании паттернов реальных, которые происходят в реальной игре, в реальной жизни. То есть ты настолько нарабатываешь свой опыт, что ты можешь воспринимать, какие варианты могут происходить в сценарии в реальной игре. И поэтому ты запоминаешь. То есть дело не в памяти просто, потому что если расставить в рандомном порядке, они все трое одинаково фейлят. И вот вопрос, почему так происходит? Откуда вот эта наработка экспертизы, опыта происходит и как ее наработать, пока мы учимся, пока мы находимся в стадии школы, образования, университета? Потому что когда мы выходим на работу, мы уже как минимум должны быть начинающими специалистами, которые решают проблемы. И мы к этому эксперименту про шахматы вернемся в самом конце и отсудим, как дойти до такого уровня. Какие практики помогают? Во-первых, мы относимся к образованию не как к сету требований. Не как вот просто написать, что они должны уметь, вот какие-то требования и все. Мы относимся к образованию как к окружающей среде. Это все, что происходит с нами в период нашего обучения. Потому что мы обучаемся очень-очень по-разному. Мы обучаемся, когда мы выступаем, когда мы работаем, когда мы читаем, когда мы слушаем, когда мы получаем обратную связь. Мы обучаемся так же, когда кто-то другой получает обратную связь, и мы рядом находимся и видим. Мы обучаемся, когда мы находимся в команде и работаем вместе. То есть мы обучаемся постоянно разными-разными способами. Постоянно все, что происходит с нами, это как бы процесс обучения. Поэтому образование — это окружающая среда, которая должна быть выстроена таким образом, чтобы студент более эффективно учился. То есть это такой комплексный вопрос. Мы не говорим просто о своей требовании, типа что должен делать студент, и все. Дальше мы обсудим 10 пунктов, которые мы сами практикуем, и которые, я считаю, было бы вообще нереально круто, если мы бы практиковали бы в нашем образовании в целом. И я говорю о 10 пунктах, как об ответственных людях, которые создают это образование. То есть я здесь не говорю, я говорю не больше про студентов, я говорю больше про людей, которые создают эту окружающую среду для образования. Поэтому, когда я говорю поставить цель номер один, я имею в виду, что люди, которые работают со студентами, они должны поставить цель вместе со студентами. Потому что студенты, учащиеся, это люди, которые не имеют опыта, скажем, они платят за образование или они приходят за той экспертизой, которая есть у тех, кто создают это образование. Поэтому те, кто создают это образование, должны обеспечивать такие условия. Поэтому мы говорим об ответственных людях, которые продают образование или занимаются каким-то образованием вообще. Короче, первое. Поставить цель. Такая очевидная вещь, вроде такая простая, но я практически нигде не видел, чтобы студент приходил в школу, в университет или на курсы, или куда-то оплатил за образование и ему ставят цель. Ему если с ним ставят цель. Нет обычно такого. То есть ты просто плачешь за какой-то урок, урок или материал, или экспертизу ментора и все. А вот о постановке цели обычно нигде не идет речи. Очень важная цель, потому что, очень важная вещь, потому что цель, в принципе, определяет траекторию, куда мы должны вести учащегося. Цели могут быть разные. Опять же, трудоустроиться в компанию, получить повышение на нынешней работе, научиться лучше управлять специалистами, если этот человек работает с этими специалистами. Запустить стартап, стать предпринимателем, поступить за рубеж, просто саморазвиваться. Цели могут быть разные. Конечно, самая распространенная цель – это трудоустроиться в компанию. Но, тем не менее, есть куча других целей, по которым студент может прийти обучаться. И вы, наверное, часто слышали, чем измеряется успех образовательного центра. Часто говорят, что успех образовательного центра измеряется в проценте трудоустроенных выпускников. Я считаю, это не совсем правильно. Мы нашу метрику ставим в процент студентов, которые достигли своей цели. Да, скорее всего, многие из них хотели трудоустроиться. Но, тем не менее, мы не ставим нашу первоцепенную цель – это трудоустроиться выпускников. Мы ставим цель… Наша цель – это достичь цели студентов. Потому что у них могут быть разные. И у нас была такая история, к нам поступила студентка, которая говорила, что моя цель – просто саморазвиваться. То есть, у меня 20 лет опыта работы, дети обеспечены, все классно, я просто хочу саморазвиваться и изучать. И мы в таком темпе с ней работали, понимая эту ее цель. Месяцем позже, два месяца позже, выяснилось, что, оказывается, она получила повышение другой должности на работе. И теперь она управляла IT-отделом. Она имела большой опыт работы в международных организациях. И теперь ей нужно было управлять IT-отделом, поэтому ей нужно было научиться программированию. Мы об этом не знали, она нам об этом не сказала, когда мы у нее спросили, в чем ваша цель. И, собственно, процесс был выстроен неправильно. Просто потому что у нее была другая цель. Если у студента другая цель и об этом не знает образовательное учреждение, то реально получить результат очень сложно. Но если только студент супер, не знаю, гиперответственный, отвечающий сам за себя, что как бы редко происходит. Поэтому, что мы делаем в самом начале нашей школы, когда студент к нам поступает, мы занимаемся целеполаганием. Мы прям выделяем на это время, час, два или сколько нужно. Фиксируем эти цели, прописываем, обсуждаем, как их ставить правильно. Возможно, цели могут меняться, это абсолютно нормально. Но самое главное, ставить цели к ней и двигаться. Это то, что мы в образовательном учреждении, в образовании должны делать, я думаю. Второе, это дать понятный контекст. Окей, у нас есть студент, у нас есть цель. И вокруг всего этого должен быть какой-то контекст. Понятный контекст, это я имею в виду, раз мы на IT-форуме находимся и мы занимаемся IT-образованием, студент приходит и ему говорят, короче, ты должен научиться создавать веб-приложения. Окей, студент может понимать, что это такое, может не понимать, что это такое, но это не самый понятный контекст для обучения. Что такое понятный контекст? Понятный контекст, это реши проблему поиска врачей и клиник, например. У нас есть такое приложение. Или помоги питомцам найти своих хозяев. То есть какая-то проблема, то, что важно человеку, какой-то понятный контекст, который может быть понятен всем. Мы не говорим о инструментах самих, мы не говорим о веб-приложении, мобильном приложении или что-то такое. Мы говорим о практической проблеме, которую нужно решить в целом во время обучения на пути к достижению нашей цели. И то есть мы не говорим о конкретных инструментах на этом этапе. Контекст – это проблема, вопрос, риск или цель. Какой-то вопрос тоже может быть очень хорошим контекстом. Например, существуют ли инопланетяне? Такой вопрос мы задаем. И вот тебе контекст на то, чтобы изучить кучу теорий, физики, квантовой физики для того, чтобы ответить на этот вопрос. Но вот этот контекст должен быть. Или почему в Кыргызстане так много революций происходит относительно других стран в Центральной Азии? Вот, просто вопрос. Ты не знаешь ответа? Окей, давай изучать теперь теорию копации и так далее. Но вот этот контекст, такой понятный контекст, он должен быть задан в самом начале, чтобы студент понимал вообще нафига он что-то делает, изучает. То есть нужно понимать зачем. Когда мы даем общий понятный контекст, надо позволить студенту самому разбить его на подзадачи, какой-то объем работы и запланировать эту работу. И что важно, задача, вот этот контекст, он не должно быть слишком сложной или слишком легкой. То есть нужно еще понимать пример уровень студента. Если мы этого не понимаем, если дать слишком сложную задачу или слишком легкую задачу, это может быть просто уйти в демотивацию и студент такой, а ну нафиг мне это надо. Окей, мы поставили цель со студентом, мы ему дали трудоустройство в компанию. Самая частая цель студента. Если мы говорим о трудоустройстве в компанию, мы говорим о сете конкретных навыков, которые нужны для работы в компании помимо технологий. Это работа в команде, коммуникации, планирование, ответственность. Куча навыков, которые нужны в работе в компании еще после трудоустройства. Потом мы даем понятный контекст. Окей, знаешь, какие проекты ценят больше всего работодатели? Они работают, например, сейчас в Кыргызстане много финтек-проектов, финансов в электронной коммерции. Вот давай мы сделаем вот такой проект для того, чтобы людям было удобно торговать на платформе. Окей, контекст есть. Идем дальше. Когда у студента есть цель и контекст, в принципе, вот все остальные 8 пунктов, о которых я буду рассказывать, это уже второстепенные вещи, которые помогают быстрее достигать цели. Но как минимум, если у студента уже есть цель и контекст, это уже больше половины успеха, потому что дальше ему нужно лишь создать среду, в которой он раскроется. То есть предоставить доступ к команде, ресурсам и инструментам. Как я уже говорил, у нас в школе нет лекций, расписания, графика, ты приходишь, что слушаешь и так далее. Нет. Все давно в интернете есть. Давно все уже в интернете есть. Зачем что-то рассказывать снова, что уже рассказано где-то, где ты можешь открыть, посмотреть? Если тебе лень открыть, посмотреть, или у тебя нет мотивации, это проблема двух предыдущих пунктов. У тебя нет цели, у тебя нет контекста, ты не понимаешь, что ты делаешь, зачем вообще и... Зачем тебе открывать YouTube и смотреть видео про как разваливался СССР. Оказывается, важно понимать, как разваливался СССР, для того, чтобы понимать, почему у нас три революции. То есть мы возвращаемся в контексте. Если нет контекста, то ты это будешь делать. Поэтому все известные инструменты, которые решают наши нынешние, сегодняшние большинства проблем на работе в компании, в бизнесе, они уже лежат на YouTube, в Google, в чате GPT, большинство, на Reddit, Stack Overflow и так далее. Поэтому просто дайте доступ к этим инструментам, дайте интернет, дайте... Обучите, как гуглить, как в чате GPT работать, как работать в команде, как спрашивать, и обучать, искать, фильтровать, анализировать, применять информацию. Уже нет надобностей, на мой взгляд, тут собираться там вот в кабинете 30 человек и преподаватель одну и ту же информацию в школе на протяжении 10 лет рассказывает. Одну и ту же информацию. И если вы заметили, вот у нас камера весь здесь. Вот здесь камера, вон там камера. То есть мы в компании не любим повторяться. Мы записываем абсолютно все, что мы делаем и бесплатно выкладываем на нашем YouTube. Если ты хочешь, например, не попал на эту презентацию, но хочешь изучить что-то про образование, открой YouTube, смотри. Все, это твоя ответственность. Дай доступ к материалам и все. Почему вы сегодня преподавателям в университете, в школах, на курсах и так далее, вместо того, чтобы изнашивать, вот мучить ментора, который одно и то же рассказывает на протяжении нескольких лет, зачем вы это делаете? Запишите материал, выложите. Все. То, кому это нужно, у кого есть цель, у кого есть контекст, они разберутся с этим. Студенты не тупые люди. У нас есть цель, у нас есть контекст, у нас есть доступ к инструментам. И суть предыдущего пункта заключается в том, что один из самых главных вообще навыков, которые мы должны обучать сегодня, это навык научиться учиться. Мы сегодня уже просто должны признать, что мы не можем давать те профессии, которые будут актуальны 30, 40, 50 лет. Такое невозможно. Мир меняется супербыстро. Но то, что мы можем дать, это научиться учиться. Научиться учиться, дать современные сегодняшние технологии максимально, сегодняшние навыки и научить учиться. Без этого навыка, как бы, я не знаю, очень тяжко. То есть постоянно нам нужно учиться, и мы все здесь это, я думаю, понимаем. А вот в образовании ребята, которые еще не имеют практического опыта работы, могут этого не понимать. Это важно объяснять очень. То есть я вот эту штуку я не знаю, каждый день, наверное, повторяю по нашим студентам. Четвертое. Учиться и работать итерациями с быстрой обратной связью. То есть долго не думать, начинать сразу действовать, делать ошибки, максимально принимать решения самостоятельно, делать ошибки, не бояться ошибок, просто ошибаться, просто делать итерации, постоянно, постоянно, постоянно получать обратную связь. и вот этот процесс 500 раз повторять на протяжении столько времени, сколько тебе нужно для того, чтобы становиться экспертом. Здесь нам мешает, обычно нам мешают две вещи. Перфекционизм самого студента и идеализм преподавателя, который это преподает. То есть обычно преподаватели, которые уже имеют какой-то опыт, они сразу хотят, чтобы студенты сделали идеальную архитектуру. или прям сразу компонентно работали фигми, или сразу, я не знаю, прописывали идеальную компонентность. Не надо этого, ничего этого не надо, просто пусть делают, и все. Потому что, знаете почему? Потому что, где я писал? Обучение это процесс появления инсайта в голове учащегося, а не тогда, когда вы ему говорите, типа, вот так делай. Да, то есть сказать студенту, знаешь, блин, у тебя, вот ты сейчас будешь вот так работать, через 6 месяцев нужно будет вот этот кусок дизайна поменять, и ты тогда поменяешь, и у тебя будет здесь проблема, а ты лучше сейчас компонент сделай, а потом у тебя не будет проблем, он не поймет это, у него нет опыта практического, да? То есть когда мы уже опытные специалисты общаемся с друг другом, говорим, блин, чтобы вести бизнес, оказывается, нужно уметь принимать риски. Я скажу другому предпринимателю. Он мне сразу поймет, да, блин, вот действительно, риск – это важная часть предпринимательства. Но скажи я это первокурснику, который только начинает изучать бизнес, он скажет, риски, да, я готов принимать. То есть нет абсолютно никакого практического опыта, о котором мы можем здесь говорить. Поэтому этот опыт нужно поскорее нарабатывать и просто действовать по мере того, как студент обучается. когда он уже сам созревает, говорит, максимально самостоятельно принимает решения, ошибается, натыкается на свои проблемы, потом он сам подает и скажет, а, оказывается, вот так надо было. Поэтому очень-очень много быстрых итераций. Но проблема заключается в том, что не все профессии получают быстрый фидбэк. Да, то есть если мы говорим о более технических, точных, научных профессиях, что в них хорошо, то, что в них есть понятные переменные, есть понятные задачи, есть понятный итог решения, калькуляции, более-менее хорошие практики есть, и мы уже примерно знаем заранее хорошие готовые ответы. И когда студент в этих профессиях обучается и дает свой результат, то обычно можно сразу дать фидбэк, быстро так, это правильно, это неправильно, это эффективно, это неэффективно. Проблема в профессиях, которые не получают быстро обратную связь. Было такое исследование, там в презентации я везде оставляю ссылки, я потом отправлю презентацию, кому захочется, можете прям кликнуть и почитать про эти исследования. Филипп Тетлок в 2016 году опубликал исследование, где он на протяжении десятков лет, прикиньте, он спрашивал еще в нулевых или в конце прошлого века, он опрашивал специалистов, гуманитариев, скажем, те, кто занимается социальными науками, экономистов, политиков, журналистов, и спрашивал у них вопросы типа, а кто победит на следующих выборах? или а что будет с интернетом в ближайшие 10 лет, например? Такие вопросы, которым обучались эти ребята в университетах, то есть они учатся экономике, социальным наукам и так далее. И он у них собрал больше 80 тысяч разных прогнозов и в 2017 году их опубликовал и угадайте, что, они абсолютно все оказались большинство неверными. но это специалисты, это эксперты, то есть в своих областях, там политики, экономисты, журналисты какие-то, которые занимаются этим на постоянной, каждодневной основе, это их работа делать это. Но, на удивление, абсолютно большинство оказалось неверным. Почему? Потому что вот эти профессии, они не получают быстрый фидбэк для того, чтобы учиться. Вот эти ивенты, они, как это, маловероятные. Это одна из проблем, допустим, моей работы тоже. Я как менеджер, руководитель, предприниматель, у нас, как бы, задержка в обратной связи от рынка довольно долгая может быть. Ты такой принимаешь, а, решение, я сделаю такой продукт, и он взорвет, и ты только через год, два, три можешь понять, действительно ли это работает. Поэтому, вот такие профессии, они довольно сложные, поэтому, мне кажется, мы, когда занимаемся обучением, лучше заниматься в первую очередь более точными вещами, потому что мы можем быстро и четко давать фидбэк. Если этого фидбэка нет, он же должен становиться экспертом. И у нас мнимое, может быть, ощущение, что мы эксперты, если мы там шесть лет отучились на политических науках, изучали современные конфликты, это то, что я изучал. Я изучал конфликтологию, международные отношения, конфликтологии, региональные конфликты. И может мнимое ощущение создаваться, что здесь это ты изучаешь, и ты такой, ты эксперт в конфликтах. на самом деле нет. На самом деле нет. Обучение — это процесс появления инициатива в голове учащегося. То есть вы создаете условия, чтобы он допирал, типа, ааа, оказывается вот так. Если он это то не говорит, и вы просто говорите ему хороший best practices, это может работать, но не всегда эффективно. Окей. Что мы сказали? Поставить цель, дать контекста, дать доступ к инструментам, много итераций проводить. Пятое. Создавать среду с высокой валидностью. Это больше связано с тем, чтобы мы более предсказуемое пространство создавали для обучения. То есть если ты говоришь сделай вот такой проект с вот такими баллами, выступишь, будет примерно такой результат, это более-менее валидная окружающая среда. Если я не знаю, как в школе бывает, ты приходишь на пересдачу учителя, нет, он тебя заставляет бегать за ним, и ты не понимаешь, от чего вообще зависит твоя оценка или успех, это абсолютно непредсказуемая не валидная среда. Это тупость абсолютно, поэтому в образовании, вот те, кто отвечает за образование, они должны выстраивать понятную систему, ценности, принципы, миссию, правила какие-то, в рамках которых принимаются решения. Если эти решения переменны, непонятны, то студенту сложно понимать вообще, где он варится, что от него ожидают вообще. Вот эти вещи должны быть, видите, я пишу с высокой валидностью, не со стопроцентной валидностью, потому что среда может меняться, вещи могут меняться, это нормально, но более-менее высокая валидность должна соблюдаться. очень сложно научиться, как бы, ну, по мне, играть в казино. Я не знаю, ты в казино идешь, вот какая, от чего зависит твой успех. Да, ты можешь быть экспертом, тысячи раз поиграть, очень много раз, но в итоге все равно, когда ты бросаешь что-то, это рандом может попасть. То есть, это не высокая, это среда не с высокой валидностью, там учиться чему-то, там быть экспертом довольно сложно. ну, или быть инвестором в акции, да, на сток-маркете. Если ты, не знаю, пытаешься переиграть средний рост рынка и пытаешься что-то там делать, обычно ты проваливаешься, потому что акции, это среда вот с низкой валидностью. Очень много вещей там меняются. Шестое, то, что мы очень хорошо практикуем тоже, это научиться работать с более опытными людьми. У тебя есть цель, у тебя есть проект, у тебя есть контекст, ты хочешь довести дело до конца. Очень важно задавать вопросы, подходить самому, доставать эту информацию. Вся ответственность перекладывается здесь на студента. То есть, мы у нас в школе, мы не бегаем за студентами. У нас менторы, которые дежурные, сидят на, вот, в общем пространстве со студентами, они не занимаются, то есть, они не бегают за студентами. Они просто сидят. Задача студента подойти и задать вопрос и поработать с ним, если это нужно. Если студент за весь день ни разу не подойдет к ментору, окей, никого разговора с ментором значит и не будет. Все зависит здесь от студента. Почему? Потому что в реальной жизни после обучения никто не будет за тобой бегать и тебя пинать. ну, может, будет, я не знаю, но мы так не делаем в нашей компании. Мы учим задавать вопросы, подходить, формулировать вопросы правильно и работать с менторами так, чтобы ты достигал цели, которые тебе важны. Если ты этого не делаешь, ну, сори, там, не знаю, впихивать сеть тебе знания сверху. Ну, допустим, мы не собираемся это делать в нашей школе. Что очень важно, вот последний пункт, я не знаю, там вам видно оттуда или нет. Менторы, те, у которых спрашивают вопросы, они должны быть в этом контексте. Например, до этого выступала Айгуль, HR-эксперт. Она работает в другой компании, работает в другой компании. Если я к ней подойду и буду спрашивать вопросы касательно моих HR-проблем в компании, ну, у нее нет абсолютно никакого контекста. Хоть она и эксперт, она может на своем опыте рассказать, на своем контексте рассказать, она может проконсультировать, но контекста она не знает. И в целом решение остается за мной. В итоге очень сложно, вот, я не знаю, я уверен, что, как бы, довольно сложно, допустим, бывало ли у вас такое, вы на мероприятии встречаете какого-то эксперта и вы не знаете, что у него спросить. Ну, то есть, он довольно крутой человек, там, много там достижений, целей достиг, бизнесов построил и так далее, и так далее. У него крутая карьера в IT, не знаю, что такое. Ты подходишь, и ты не знаешь, что спросить у него. Да, ты крутой, типа, а в чем мне с тебя взять? Ну, сложно бывает. Но, когда у вас общий контекст есть, когда у нас эксперты, менторы в нашей школе и студенты в общем контексте находятся, то есть, они знают, чем они занимаются, они знают, какие у них проблемы, они знают, с каким багажом они прошли, они знают, какие у них цели. Когда весь этот контекст есть, менторы могут очень-очень эффективно помогать. Если просто вот с неба взять ментора и эксперта искать, вот у него спроси, узнай, ну, довольно сложно. Должен быть общий контекст. Очень хорошо, когда ментор знает, в чем варятся студенты и прямо находится внутри этого проекта. И ты можешь сказать, слушай, более лучший подход будет вот такой вот у тебя, вон там проблемы, но для этого они должны работать вместе в одной среде. Сложно выстраивать, это может быть дорого выстраивать даже, но очень-очень эффективно. Поэтому вот, причиной этому является тот факт, что вообще лучше всего эффективнее учиться, это на хорошей работе с классным ментором. Самая лучшая среда для обучения. Если у вас есть реальная работа, у вас есть проект, зарплата, может быть даже небольшая, но если у вас есть хороший ментор, с которым вы работаете 2, 3, 4, 5, не знаю, 10 лет, вы можете столько классным вещам научиться, потому что у вас есть один контекст, на протяжении которого вы вместе с экспертом работаете. Это очень-очень дорогого стоит. Если вы хотите в чем-то прокачаться, то найдите на долгое время общий контекст с каким-нибудь экспертом и вот работайте с ним. Просто вот эти разовые там консультации, я не знаю, там эксперт спросил один вопрос, два вопроса, ну, по мне так себе. У нас на стене, это вот фотка из нашей школы, есть надпись, прямо на стене написано, растением закрыто, the universe is the answer, what's your question? То есть мы студентам объясняем, короче, вселенная это ответ, вот ответ есть, вот он есть где-то, вот твоя задача его найти, вот в чем твой вопрос заключается, как ты формулируешь вопрос, как ты даешь запрос, вот так и будет от тебя, тебе ответ придет. То есть, есть ответы, иди научись искать их. Мы уже до седьмого пункта дошли, что очень неплохо. Понимать, для чего нужна теория. Боль многих-многих-многих студентов, везде, в школе студентов, на курсах и так далее. Нафига мне это нужно? Зачем мне эта теория? Я хочу что-то делать. И мы вот говорили с вами на третьем пункте, что нужно просто начать что-то делать. И когда ты просто начинаешь что-то делать, тогда ты понимаешь, зачем нужна теория. Теория уже нужна, чтобы решить проблему, задачу, чтобы структурировать опыт в голове, чтобы ответить на какой-то вопрос, чтобы устранять риски и так далее. Теория никогда не нужна ради теории. Вот я, не знаю, со многими спорил на эту тему, но я не нашел ни одного случая, пока что, может, вы мне после выступления подойдете, расскажете. Я не нашел ни одного случая, когда теория нужна просто ради теории. Вот типа вот, ну нет такого. Даже вопрос, почему сегодня происходит конфликт между Палестиной и Израилем? Вот вопрос. Это уже контекст какой-то. И в рамках этого контекста мы начинаем изучать теорию, мы начинаем изучать историю, мы начинаем изучать типы конфликтов, как они создаются и так далее, и так далее, но никогда теория просто на родном месте не рождается. Мы пытаемся что-то структурировать в голове или решить какую-то проблему, ответить на вопрос, или мы думаем, как сделать так, чтобы мы устранили риск возникновения следующего атомного взрыва. и вы изучаете проблемы, теорию поглубляетесь и так далее, и так далее. То есть, понимать, для чего нужна теория. Теория интересная штука, классная штука, просто впихивать ее сразу же, просто потому, что надо, по мне, плохой метод. Понимать, что у каждого своя скорость обучения, одна из самых, я пытаюсь мягко выразиться, тупых вещей, более мягкого слова не нашел, которые есть в нашем образовании. Почему люди думают, что если запихнуть в группу 30 человек, и они 11 лет вместе сидят, или 4 года в университете вместе сидят, то они одинаково учатся. Это же бред полный. Каждый учится со своей скоростью. Каждый человек индивидуальный, кто-то учится быстрее, кто-то медленнее, кому-то что-то подходит, кому-то не подходит. И просто раньше не было интернета, и надо же было как-то информацию от преподавателя доносить. Поэтому, наверное, придумали класс, вот 30 человек, и преподаватель вам на протяжении 10 лет будет рассказать какую-то информацию. Ну просто не было других инструментов. Но сейчас это не так, и запихивать, и до сих пор же продолжается, у вас все в мире продолжается, не только у нас в Альгарстане. И ты ожидаешь, что ты группу ведешь даже 5 человек группу веди на протяжении 6 месяцев, у них будут разные результаты, они учатся с разной скоростью. И ожидать, что они все придут к одному результату в одно время, абсолютно идиотская вещь со стороны того, кто ведет образование. Поэтому у нас в школе нет групп. Мы всегда говорим, примерно ты должен обучаться год средним, но кто-то меньше, кто-то больше. Если ты будешь больше обучаться, ничего страшного, не переживай, это просто ты такой человек, все нормально. А если ты учишься быстрее, классно. То есть наша задача это давать больше времени тем, кому нужно в образовании, и не тормозить тех, кто учится быстрее. То есть всем должно быть как бы в равной степени, ну не в равной степени, а комфортно учиться. Не сравнивая себя с другими, казалось бы, простая вещь, но в плохом смысле не сравнивая себя с другими, не загоняться из-за этого, понимать, что каждый человек индивидуально. Ну есть люди, которые быстрее учатся чем-то, ну и что такое, ну окей, да, нормально. Есть Илон Маск на планете, ну и что теперь, всем нам типа сдохнуть что ли от этой мысли. Нет, разные люди есть, да, вот и все. Помните о своей цели и приближаться к ней. У нас есть цель, которую мы поставили в самом начале, важно просто трекать ее, как мы к ней приближаемся. Если мы к ней не приближаемся, вот здесь вопрос возникает. Если мы к ней движемся, это уже хорошо. Каждый человек индивидуальный. Я еще раз прям вот так вот вывешиваю, подчеркиваю, когда мы говорим об образовании или вообще, когда мы в целом говорим о людях, это каждый человек индивидуальный. Не нужно там какой-то процесс из типа завода строить в школе, в университетах или что-то такое. Девятый пункт, предпоследний пункт, о котором мы говорим, у нас 10 пунктов, если вы помните, это студенты должны рисковать, то есть чем-нибудь они должны рисковать. Вот это все, что я сказал, дают его классно, но еще круче будет, если есть им что поставить на кон, время, деньги, баллы какие-то, то есть если есть внутренняя геймифицированная экономика в учреждении, то есть разные учреждения могут создавать внутренние коины, баллы, деньги, ты должен их накопить, чтобы их потратить, например. В школе 42 такая штука применяется. У них очень классная практика есть, расскажу. Кто знает про школу 42? Кто-нибудь знает про школу 42? Никто не слышал, да? Советую загуглить, изучить, это французская школа, и у них что есть? Чтобы сдать задачу на онлайн платформе, ты должен получить три фидбэка от других студентов, но за каждый фидбэк ты должен заплатить 5 баллов, условно 5 баллов, единиц, а у тебя ноль. вопрос, как мне сдать задачу, если у меня нет баллов, чтобы набрать, ну, как набрать вот эти 15 баллов? Тебе нужно проверить работу других, вот и все. Ты проверяешь работу других, получаешь 5 баллов, второго проверил, еще 5 баллов, три работы другие проверил, заработал 15 баллов, и потом ты их тратишь на то, чтобы твою работу проверили. Очень простая классная система, да? То есть, и студенты работают между собой, они что-то зарабатывают, они тратят, они рискуют этими баллами, потому что, если ты работу фигово сделал, но потратил деньги, тебе нужно будет ее переделать, значит, тебе нужно будет еще раз заработать деньги, ну, вот эти баллы, да? То есть, просто в тупую что-то давать студентам тоже не очень хорошо, поэтому, вот, собственным достоинством тоже пусть рискуют, да? То есть, эта группа, ну, студент говорит, я не хочу выступать, мне там, стремно, да? Пофиг, и давай выступай. Это то, что мы делаем в школе, в нашей. Короче, у тебя есть презентация, тебе стыдно, иди выступай, да? И он выступает, ну, как бы, собственным достоинством, да? Как бы говоря, рискует. Ну, чем-то, короче, что-то должен на ком студент ставить, да? Ну, как минимум, деньги какие-то, да? И время, само собой. То есть, можно придумать разные вещи такие, чтобы студент что-то как-то тратился. И последний пункт, это не быть слишком в комфорте. То есть, я много до этого рассказал, как сделать так, чтобы студентам было удобно, комфортно, там, полезно и так далее, но не быть слишком в комфорте, да? Есть такой, такую историю я услышал. Кто здесь за рулем водит вообще машину? Есть такие люди? Да? Есть такие люди. Когда вы, я тоже вожу, когда мы водим, учимся водить машину, мы тратим какое-то количество времени, нам непонятно сложно вначале, но как только мы научились водить и едем по дорогам и водим 10 лет, я не знаю, есть люди у которых, но больше там 10 лет опыта вождения здесь? Есть? 5 лет? Есть, да? Есть люди. Когда у вас больше, если вы 10 лет водите машину в городе, да, по стране, ну, вы не становитесь лучше водителем. Вы просто водите, у вас на автомате уже, да? Мы просто каждый день водим. Я от этого там, если я выйду на NASCAR там или Формулу-1, ну, я там, это же не моя среда, правильно? Я просто вожу машину, я 10 лет уже в комфорте. То есть, мы просто 10 лет комфортно водим машину, и этот навык у нас не улучшается. Если мы хотим водить машину круче, нам нужно выходить там в плохую погоду, в снег, я не знаю, в гонку, там, Формулу-1, там, что-то такое нам нужно, чтобы еще улучшать наш навык вождения. Если мы одно и то же делаем, то же самое в комфорте делаем каждый день, наш навык вождения не улучшается. То же самое вообще в любом навыке, да? Мы не можем одно и то же делать, нам нужно что-то, какой-то дискомфорт, какая-то сложность, какой-то вызов, более сложная вещь, если мы хотим как улучшаться в навыках своих, да? То есть, здесь важно, вот, именно здесь вот, именно на этом пункте важно, появляется важность ментора-эксперта, с которым мы работаем. Поэтому важны коучи, преподаватели, потому что они могут заметить со стороны твои минусы какие-то и сказать, вот на вот это сделай упор, вот над этим поработай теперь, вот тебе вот это сложно отдается, давай вот это улучши. Поэтому профессиональные тренеры, преподаватели, коучи, они создают вот эту среду для обучающего, чтобы он еще круче становился. Когда мы в зал приходим, на нас тренер орет, типа, ах ты, ты лох, ты слабак, давай, давай, нас напрягает, он нас в дискомфорт вводит, чтобы мы что-то делали. Он замечает, у тебя вот здесь вот дисбаланс между ног, рук, давай вот эти тренировки сделай и так далее, и так далее. Здесь важность ментора коуча появляется. И что может быть полезно, это договориться о дискомфорте. То есть студенты нам приходят, мы говорим, чувак, мы понимаем, что, например, вставать по утрам сложно, и нам тоже сложно, но чтобы развиваться, нам нужно приходить каждый день в 10 утра. Для альтишника 10 утра это рано. Давай 10 утра будем приходить. Он такой, хорошо. И мы договариваемся о том, что мы будем друг друга пинать, грубо говоря, доставать, если мы не выполняем это условие. Мы договариваемся о дискомфорте. Мы говорим, каждый день будем здесь приходить, каждый день в 3 мы будем собираться командой обсуждать, и мы ставим вот эти рамки. Почему люди ходят в вот эти, не знаю, выезды, лагеря и так далее, потому что у тебя там нет выхода никакого. У тебя абсолютный дискомфорт, грубо говоря, вынужден учиться. Если мы ставим специально себя в эти рамки, или договариваемся, или с коучем работаем, с тренером, ментором и так далее, мы можем очень хорошо прогрессировать. Не нужно водить машину по городу 10 лет и ожидать, что ты будешь круче водителем. Такого не происходит, правильно? Суммируя все то, что мы проговорили одной картинкой. У нас есть студент, мы обязательно должны поставить цель. А обязательно цель должна вначале. у нас есть какой-то большой общий контекст. Мы хотим автоматизировать заказы в ресторане, чтобы официанты меньше тратили время. Например, вот наш контекст. Чтобы этот контекст решить, нам нужны материалы, инструменты, ресурсы. Они просто в сторонке лежат. Это Google, YouTube, чат GPT или наши внутренние материалы. В нашей школе мы создаем наши свои материалы. просто предоставить доступ. Вот ты хочешь к этой цели прийти и вот этот контекст как-то разрулить, решить, вот те материалы. Все. Для большинства случаев этого очень даже достаточно. Постоянные, постоянные итерации. У тебя есть одна итерация, вторая вниз, вверх, вниз. Постоянные итерации до достижения цели, которые мы поставили. Постоянные итерации с фидбэком, о которых мы говорим. Фундамент наш это среда с понятной валидностью. То есть есть общие правила, оговоренности, договоры, принципы, ценности, миссия. У нас есть какая-то валидная среда. У нас фундамент не проваливается. То есть если, не знаю, я приду и подготовлюсь то, о чем мы договоримся, ты говоришь, пошел ты нафиг, ну это не валидная среда. У нас фундамент должен быть такой. Есть эксперты, они просто тоже сидят вовне. Возможно, вне контекста, в контексте, но желательно в контексте, как я говорил. И мы с ними, студенты с ними работают в одиночку, в команде, в группе, они должны научиться с ними работать. Вот и все. И вот, как тема называлась на сегодняшнем? Как, как назвалась тема образование без оценок, домашек, расписание и как это построить? Вот, посмотрите на эту схему. Где здесь оценки, где здесь домашки, и где здесь расписание, график, лекции, преподаватели, здесь нет ничего этого. Это то, что мы практикуем уже на протяжении года в нашей школе, и оно отлично работает. Ну, как отлично? Есть, конечно, проблемы свои, есть сложности, мы их решаем, сами учимся, но во всей вот этой схеме нет ничего такого, что сейчас наша система образования, наша или в мире, практикует. А здесь я оставил источники. Меня зовут Арген, здесь мои контакты. Собственно, я закончил, да? Если у вас есть вопросы, можем обсудить какие-то. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ